Добрый день! В студии Борис Штерн. Сегодня выясним, почему работать надо и как это делать в соответствии с иудейской традицией. Внимание на экраны! Еврейские профессии разнообразны и часто уникальны с точки зрения того, что их нет у других народов. Евреи работали всегда. Местечко было гарантированным местом на карте любой европейской страны, где человек мог найти врача, пекаря, резника, мойля или портного. Но все, что бы не делали евреи, было лишь способом исполнения заповедей Торы. Практически любая еврейская специальность связана с заповедями и их исполнением. У еврейского бизнеса на любом уровне есть правила, напрямую связанные с Торой. И исключений в этом списке нет. Увидеть, как работает принцип, можно на любом углу любой улицы любого израильского города. Даже на примере работы человека, профессия которого популярна и у других народов. Речь о парикмахере. Стрижка – это выполнение заповедей из книги Вейкра. Не стригите краев волос вокруг головы вашей и не порти края бороды твоей. Жители одного из кварталов Дны Брака доверяют исполнению этой заповеди парикмахеру Рафи Пинкасову. И знать ему приходится немало. Не срезай края головы своей. Есть пять точек на голове и на лице, которые нельзя подрезать и брить. Вот здесь и здесь, здесь и здесь. И вот здесь. Сбоку. Здесь нельзя срезать так, чтобы оставалось менее 6 миллиметров. Вокруг уха вообще нельзя трогать ни ножницами, ни машинкой. А бороду можно брить только кошерными машинками. Что все это значит? Что мы делаем ровно то, что написано в Торе. Не больше, не меньше. Тора и исполнение заповедей приносят в обычное физическое действие особый смысл. То есть это не работа ради работы и ради заработка. Это именно еврейская работа. В принципе, Тора устанавливает для еврея даже рабочий график. Шесть дней работай и делай всякое дело твое, сказано в книге «Шмот». Более того, большая часть законов Торы касается способов ведения дел. Найми работников, одалживание денег, дележе имущества, возмещение ущерба. При этом от профессионала требуется не просто высокая квалификация. От него требуется доскональное исполнение многих заповедей Торы, которые даже напрямую не связаны с его работой. Лучший пример – профессия Сойфера. Переписчик Торы Сойфер – одна из самых востребованных еврейских профессий. Школа Сафрута переписчиков Торы Бейт-Эль, которой руководит РАФ Афшалом Хен в Иерусалиме, действует уже 10 лет. Курс обучения продолжается от 3 до 4 месяцев и состоит из теоретических предметов и еврейской каллиграфии. Хотеть быть Сойфером и стать Сойфером – это разные вещи. Далеко не каждый, поступивший на курсы, получает диплом об их окончании. Это не просто профессия. Это, на мой взгляд, чуть ли не единственная профессия, которая требует от нас святости. Суфер Стам – свободный человек. Он может сидеть и работать у себя дома или в Яшиве, но он должен понимать, когда приходит момент и нужно очиститься. Начинаешь работать – все, отключаешься, ни о чем другом не думаешь. Только священный текст перед тобой. Никаких телефонов, никаких посторонних разговоров и мыслей, ни радио, ни музыки. Только тогда тебя посещает святость. И когда доходит до имени Всевышнего, надо остановить работу, проговорить коротенькую молитву, которая специально для этого предназначена, и лишь потом продолжить. Если Суфер Стам этого не сделал, мизуза не кошерна. Одно из правил Галахи говорит, что Суфер Стам должен быть человеком духовным. Для того, чтобы написать кошерную мизузу или свитки для тфелина, или большой свиток Торы, недостаточно просто уметь писать. Необходимо обладать особыми качествами. Суфер должен соблюдать заповеди Торы, должен быть женат, его должны знать в общине. Он должен тщательно соблюдать законы чистоты, до такой степени, что перед каждым написанием имени Всевышнего в свитках обязан окунаться в Микву. При этом, чем выше ваш, как Суфера, уровень, тем больше евреев смогут с помощью вашей работы выполнить заповеди мизузы, тфелин и заповедь изучения Торы. Среди стандартных профессий встречаются совершенно еврейские. Конечно, речь о Мойлях, людях, которые проводят обряд обрезания детям и взрослым. В этой еврейской работе максимально соединены навыки медика и заповеди Торы. Раф Минахем Флайшман один из самых известных Мойлей в стране. В любой день и при любой погоде, даже в субботу, обрезание можно делать и в этот святой день, он прибудет по вашему вызову. В его небольшом чемоданчике есть все необходимое для небольшой операции. Здесь находятся инструменты, разделитель, зажим, скальпель, специальная трубочка для отсоца крови, перевязание. Моэль – это религиозная профессия, в ней есть святость. Моэль – не врач. Правда, сейчас мы видим новую тенденцию. Врачи берутся делать обрезания. Это может быть и зубной врач, и гинеколог, просто врач, который решил подзаработать на стороне. Они просто учатся профессии Моэля, и все. На самом деле, Моэль – это еврейская святая религиозная профессия. Это не врач. Но мы получаем разрешение на работу от Министерства здравоохранения и главного Равината. При этом Равинате существует специальная комиссия, которая проверяет работу Моэлей. И не только проверяет, но и обучает и выдает разрешение на работу. Этому нужно долго учиться, а потом надо пройти экзамен, включающий в себя проверку знаний Галахи. Потом надо пройти практический экзамен. Потом надо пройти еще медицинский экзамен. На знание медицины. И только после тщательного обучения и прохождения всех перечисленных мной экзаменов Моэль получает разрешение практиковать. После первого года работы Моэль вновь должен сдать уже последний экзамен. И только тогда он считается лицензированным профессиональным Моэлем. Брит Мила определяется в пяти книжах как знак союза между Всевышним и еврейским народом. Обязанность обрезать сына возлагается на отца. Отец передает это право в соответствии с законом Моэлю. В Талмуде говорится «Каждая заповедь Торы, которую еврейский народ в прошлом выполнял даже под угрозой смерти во время гонений, как обрезание, по сей день исполняется пунктуально». Конечно, все люди, выполняющие работы, связанные с исполнением заповедей, Торы пользуются большим уважением. Но работа Меламида, еврейского учителя, занимает особое место в иудейской традиции. Меламид – ключевой человек в процессе обучения. В еврейских местечках Меламида почтительно величали Рейбе. Он первым рассказывал трехлетним мальчикам о Торе и о заповедях. «Наша цель, когда мы обучаем детей грамоте, это не только, чтобы ребенок научился читать истории, книги, газету, а чтобы он смог учить Тору. В нашем алфавите буквы – это вера. У каждой буквы свое значение. Когда я обучаю маленьких детей, я не делаю это так, как в Ешиве. Я точно знаю, надо, чтобы была только радость, только игра, только счастье постижения нового. Я их не обучаю, я учусь вместе с ними. Хедер сегодня – это самое начало. Вот здесь начинает развиваться Аиды Шекоп – еврейская голова. Это начинается с алфавита. И это здорово, потому что ты вдруг замечаешь, что вот он научился, вырос, вот он сам научился брать руки карандаш, вырезать ножницами – это же так здорово. Это лучшая работа в мире. Работать учителем и сложно, и почетно. И именно эти люди становятся проводниками в мир Торы и еврейской традиции для детей, дополняя знания, полученные дома. Цель работы учителя – исполнение заповедей. Этот принцип сохраняется даже там, где, кажется, речь исключительно идет о вещах материального толка. В шутку говорят, что сапоги – лицо офицера, а парик – это второе лицо замужней еврейки. Мастерская – нечто вроде парикмахерской для париков. Здесь их подгоняют под нужный размер, моют, красят, стригут и укладывают. Браха Кейнан уверена, что ее работа красит еврейку не хуже, а часто лучше натуральных волос. Мне повезло. Я занимаюсь тем, что очень люблю делать. Каждый день у меня выходит новый парик. Подгоняю его по желанию клиенток. Короткий паричок, длинный, делаю эмилирование, кудрявые волосы, прямые, все что угодно. И в этом искусстве я проявляю себя, свою личность. И, конечно, мне нравится, когда клиентки довольны, когда они выходят отсюда счастливые. Женщина может быть одета наилучшим образом, но если волосы не уложены и плохо выглядят, то это портит весь вид. Женские волосы – это самое главное, самое важное во внешнем виде. Особенно это важно, когда женщина должна покрыть свои собственные волосы. В этом случае она и митцву выполняет, и выглядеть должна хорошо. С точки зрения иудаизма, миссия женщины в мире – быть женой и матерью. Каббалисты утверждают, что именно женщина – наиболее совершенное существо нашего мира, и именно поэтому она является столь лакомой целью для происков нечистоты. И покрытая голова – символ скромности и достоинства, защищает ее от силы зла и соблазнов. И чем тщательнее она это делает, тем больше благословений притекают в жизнь семьи и потомков. Соответственно, материальная работа пианит специалиста по парикам в основе своей является исполнением заповеди Торы. При этом сам физический труд связан с Торой. Как сказано в Перкей Авод, любое изучение Торы, несопровождаемое ремеслом, мелаха, сходит на нет и влечет за собой грех. То есть работа – это дополнение к изучению Торы. Например, для того, чтобы вырастить кошерные этроги, а они являются частью заповеди праздника Суккот, арба-меним. Нужно знать немного больше, чем просто методы ведения сельского хозяйства. В Израиле есть около десятка плантаций этрогов, которые выращивают в соответствии со строгими правилами. Правило нам объясняет Едидия Киршенбом. Он не просто управляет работой плантаций этрогов. Едидия следит за чистотой плодов. Этрог – нечто очень особенное. Если этрог поврежден, его цена падает. Маленькая дырочка – этрог не подходит. Все, его надо выкинуть. Над ним нельзя читать благословения. Это не кошерно. На выброс. Так что и отношение к этрогам особенное. Вот, например, мандариновое дерево. Подходи и срывай фрукты. А здесь вот, чтобы этроги не прикасались друг к другу, мы закрепляем на каждом поролон. Все листья, которые мешали, мы срезали. Иголки, острые ветки, все убрали, срезали. Каждый этрог растет в одиночестве, по-царски. И тогда они красиво и хорошо растут, достигая нужного размера. А после этого мы собираем фрукты, везем на упаковочную станцию, там их моют. И только после этого их можно просушить и упаковать. Этрог, имеющий и вкус, и запах, символизирует мудрецов Торы, вершащих добрые дела. Все, что связано с этим материальным предметом, является трансформацией материального в духовное. Мацепикарня в Квархабаде еще один идеальный пример еврейской работы. Все физические действия здесь. Это исполнение заповеди. Я чувствую, что моя работа – это миссия. Это не просто работа. В каждом еврейском доме, в Израиле и за границей, каждый еврей должен в Песах съесть свою мацу, кошер ли миадрин. Это моя миссия. Чтобы любить труд, надо видеть в нем самостоятельную ценность. Мудрецы Талмуда разъясняли. Люби труд. Что это значит? Если у человека нет работы, что он должен делать? Если есть у него запущенный двор или заброшенное поле, пусть приведет их в порядок. Как сказано, шесть дней трудись и выполняй всякую работу твою. Причем делать это необходимо с любовью, понимая, что только так можно выполнить заповеди, которые дал нам Всевышний. Хотите узнать об этом больше? Найдите ближайшую общину Хаббат Байлия в своем городе. Там ответят на ваши вопросы. Вся информация об этом на странице Хаббат Байлия в Фейсбуке. Адрес страницы у вас на экране. Здравствуйте. Книга Барышит, особенная в пятикнижии, помимо того, что она первая, она не содержит ни одной из заповедей. Из числа 613 заповедей, в которых, наверное, и есть самая ценность этой книги. Но зато эта книга содержит ряд описаний личности. И по сути это ролевые модели. Для чего это важно нам? На каждого человека иная реакция Бога. Бог очень по-разному относится в зависимости от особенностей души. И эта книга поможет нам найти себя в этой книге. И тогда, ну, во-первых, мы понимаем, чего ожидать от Бога. А во-вторых, мы можем выстроить диалог «Человек-Бог» не только на уровне «Еврейский народ» и «Вездесущий Всевышний», но еще и «Я-Бог» — свой индивидуальный персональный диалог. На этой неделе в главе Ноах, наверное, самой яркой фигурой будет сам Ноах. Ноах — праведный человек, но его праведность необычная. Поэтому сегодняшний разговор будет о природе праведности или о том, что означает, собственно, праведность, о которой мы часто слышим, когда изучаем эту книгу. Имя Ноаха, начнем со значения его имени, означает «покой или утешение». Родители его жили в очень грешном поколении. И они очень рассчитывали, что их сын принесет покой и утешение в мире грешности. Они очень хотели вырастить его праведным человеком. Но его праведность описывается в недельной главе, как он был праведником в своем поколении. И, естественно, умные люди, которые читали эту книгу, сразу же задавали вопрос, а что значит праведник в своем поколении? Если бы он был в другом поколении, что бы с ним было? Ну, давайте пройдем по биографии этого человека. Ноах возникает в связи с потопом, с всемирным потопом, когда Бог решает уничтожить цивилизацию и сделать перезапуск после эпохи и цивилизации Адама. И в этой истории действительно Ноах фигурирует как праведный человек, верующий в Бога, идущий наперекорно смешком других людей. Дальше глава затронет события после потопа, когда уже началась нормальная жизнь новой цивилизации. И там Ноах сажает виноградник и начинает растить первые плоды. И заканчивается история Ноаха тем, что Ноах напивается. И после этой истории, по сути, он сходит со сцены Пятикнижи. Дальше в главе будет история с известной Вавилонской башней, и там уже Ноаха нет. Ноах уже ушел со сцены. Но, наверное, еще важно упомянуть еще один штрих во время потопа, когда Ноах заботится о животных, кормит их, ухаживает за ними. И в этом действительно тоже характерная черта его личности. По результатам Ноаха называют праведником в шубе. Что такое праведник в шубе? Это когда всем холодно, а ему тепло. И его не так сильно беспокоит то, что другие на морозе. Где мы видим такие черты у Ноаха? Давайте посмотрим на историю с ковчегом, с потопом. Мы не находим нигде в описании того, чтобы Ноах хотел взять с собой, кроме зверей, еще и людей, людей своего поколения. Если бы такая история происходила с Авраамом, то Авраам бы точно заботился о своем поколении. А еще есть другой медраж, есть еще другое предание, которое говорит, что до последнего момента Ноах не заходил в ковчег, видимо, не до конца веря в то, что потоп действительно состоится. Но напоследок я бы хотел рассказать наиболее характерную черту праведника в шубе. Это то, что когда начинается потоп, Бог говорит Ноаху зайти в ковчег. А когда потоп заканчивается, Бог говорит Ноаху выходи из ковчега. И все недоумевают, ну неужели нужна прямая заповедь, прямая реплика Бога для того, чтобы узнать такие очевидные вещи. Ну вот, потоп начался, можно заходить. Ну вот, потоп закончился, выходи, живи. Баалшемтов, основатель хасидского подхода и учения, говорил, что потоп подобен событиям в жизни, в нашей с вами жизни, когда суета, работа, занятость или проблемы сносят как потоп наш ориентир на что-то светлое и доброе. И иногда нас тянет геройствовать. И здесь должно быть указание Бога не становись Александром Матросовым, не борись, спасайся. А потом, когда потоп закончился, и ты спасся в ковчеге, в слове Тора, или в молитве, или в синагоге, то ты уже не имеешь права отсиживаться. Оно хотел отсиживаться. Эта глава учит нас тому, что если мы хотим быть праведниками, важно не быть праведниками в шубе. Нужно заботиться еще и о других.